Да, девчонки, спортом все занимаются. В 8 часов утра все бегают. Уже стоит такая жара. Солнце печёт даже в 8 часов утра. Нифига себе. Не пошла я ни на какую дискотеку. Джованна мне писала, сегодня утром проснулась. Где ты? Я тебя не вижу. А я спала без задних ног, дрыхла. Я в 10.30 или в 10 даже, по-моему, уже заснула, не помню. Поужинала, думала, прилягу, отдохну. А я заснула. Мелисса! Мелисса! Чао, Мелисса! Мелисса! Че cosa hai mangiato? так я и панчина парке и манжата танто ангур я трубва ангур я а лидо 10 золокал до кальто а о манжата лангуря и лангуря лангуря конча пьена милиса нашла себе подружку такая солнышко прямо как гимнастка и и надо на гимнастику отдавать до водоросли конечно но вода прозрачная прямо кристально чистая вода стала такая более раньше было такое стеснительные не то что стеснительные а как бы замкнутой было сама по себе любила играть ни с кем не играла сейчас вот любит играть со всеми сразу дружит видимо у нее как бы психика выросла как и называется развилась тобой снизу вода девчонки добрый вечер добрый вечер посмотрите какая сегодня очередь в субботу в этот ресторан корса который мы прошлый раз с моим сыном и римлянином ели дутори какое небо синие синие столько народу шампанского выпили бокал шампанского наливают к котенку 14 евро стоит офигеть такая капелька шампанского в бокале над на дне бокала о боже мой сколько народу это пьяцца маркони все-таки лидо диезла намного лучше чем сатта марина сатта марина такая деревня вообще эти здесь даже машины с восьми часов убирают и все пешком ходят как на старом арбате немножко посмотрим на европейцев на европейцев средний как это называется среднего достатка везде очереди во все рестораны а боже забирает машину которую забыли на паркинге потому что 8 часов уже нельзя оставлять машины смотрите как машину забирают ужас один раз а мой сын тоже где-то 15 лет назад неправильно посмотрела эти как его правила как оставлять машину он думал что можно до восьми вечера ставить а касса в тот день можно было оставить только только до четырех вечера здесь нашу машину тоже забрали по заплатили 180 евро за то что они забирали за их работу потеряли два с половиной часа чтобы забрать машину ели нашли эту парковку куда забирают здесь лида диезла полиция местные работают вообще все же идет по по моему в кассу коммуны вот такие вот дела здесь просто человек наверно не знал что 8 часов надо забирать может заснул даже у меня даже я я пришла я приехала просто в сланцах от армес у меня даже каблуков нет чтобы на дискотеку идти но и хрен с ними просто пойду потусуюсь с подружками итальянками но здесь такие все этот рабочий народ с европы рабочий крестьянский народ а вот эти вот русские по-русски говорят это у нас овес овес для милиции такой яркий посмотрим есть распродажа нету ребеночек один ребеночек один да ни фига себе шампанское по 14 евро бокал ха-ха-ха интересно здесь есть распродажа посмотрим сейчас что такие а есть только 25 процентов ой даже 21 офигеть что так мало процентов но потом еще выйду и буду снимать сейчас мне еще надо и сумку оставить вот это вот все такое спорт арманий очень дорогие цены для туристов конечно по двое венеции намного дешевле все ну вот и наступил вечер 7 часов вечера уже народ потихоньку расходится милиса с невесткой вернулись делаю душ потом поужинаем потом погуляем ой 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 я пришла где-то 5.30 как заснула прямо отрубилась слишком много солнца очень жарко просто гроссо тут то гроссо ми месси перколи чинку чинто евро добрый день девчонки наконец-то вот я вышла еще один бутик такой купальников месяц назад видела для милисы купальник с двумя вишнями кунду чили джини милисе так нравится вот с вишенками в бенетон только что нашла с клубниками купальник но там только был вниз купальник внизу сверху нету и купила ей льняную юбочку со своей кофточкой блузочкой красивой такой девчачью вот иду и не помню в каком месте был этот бутик елки-палки вот справа был еще солнце справа слева деревья здание тень и мне приходится вот идти по солнышку ну раз иду решила показать вам туристов вчера было чуть-чуть летняя гроза вчера была чуть-чуть охладилась чуть-чуть ветерок волны приехал мой сын сейчас на машине у него выходной по понедельникам остальные дни он работает накупила мочелерии в гастрономии всяких там холодных продуктов мясо и все такое будем есть обед потом целый день останемся и вечером вернемся в падова мама дорогая купила еще милисе детские постельные белье со слониками розовыми и все такое боже мой надеюсь что я не прошла этот бутик ладно дойду до 5 собрешь я потому что не хочу сидеть на море вчера была такая жара вообще я чуть не это не умерла от солнца и пройти вот этот песчаный пляж как будто через африканскую пустыню Сахару прошла прям еле отдышалась потом от песка идет такой горячий воздух да ну нафиг блин там где я сейчас там более прохладное метонизирующее море здесь вообще вода была как термальная вода поэтому ну вот так вот туристы среднего класса в том смысле что работают рабочими там европейцы пролетарии пролетарии да называется рабочий класс все они приезжают вот в лидо диезло потому что им нравятся песчаные пляжи ой надеюсь я пока говорила не пропустила продают всякое барахло всякое-всякое но эта машина будет тарахтить оказывается паркинг внизу дуауторий 3 евро 1 час что ли что-то такое зато когда выйдем машина прохладная под землей в паркинге а хотя бы там платишь в конце а не вот так вот не закидываешь монетой а потом должен сидеть переживать а уже час прошел 3 часа прошли 5 часов прошли надо еще закинуть монетой вот такие вот дела но сегодня понедельник но все равно говорит мой сын приехал он говорит полтора часа ехал отрезок дороги который всего полчаса когда нету трафику он полтора часа ехал вот так вот так пока я не вижу этот бутик неужели он и дальше ну надо же как жаль пока я приду закроется уже 12 15 12 30 они по-моему закрываются я открываю 4 30 вечера до 12 ночи всем пока пока всем здоровья и добра пока не забывай пока Продолжение следует...